Министерство внутренних дел Владимир Колокольцев в рамках официальной поездки в Саудовскую Аравию познакомился с работой полиции и королевства. Силовики обменялись опытом борьбы с наркотрафиком, нелегальной миграцией и обсудили широкое применение искусственного интеллекта для обеспечения безопасности. В официальном визите Владимира Колокольцева сопровождает наш коллега Андрей Ивлев. И вот его репортаж из Саудовской Аравии. Крупнейшее государство на Аравийском полуострове Саудовская Аравия партнер России по многим направлениям. Визит министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Это, безусловно, очередной шаг к укреплению сотрудничества уже по линии полицейского взаимодействия. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги знакомится с работой подразделений МВД Саудовской Аравии. Национальный центр операции по обеспечению безопасности всего королевства. Сюда стекается вся информация о происшествиях в Саудовской Аравии. Здесь работа в режиме 24 на 7. Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву показывают, как устроена и организована эта работа. Министр спрашивает, предусмотрена ли ответственность за ложные обращения. Да, мы сразу ложные обращения передаем в полицию, в генеральную прокуратуру. Владимиру Колокольцеву показывают, как работает система видеонаблюдения. Камеры с использованием технологии искусственного интеллекта все чаще заменяют полицейских. Система, согласно которой можно установить весь дневной маршрут любого автомобиля. Ну, рак, да. Это сельсия, это камера. Ну, с помощью серии камер, да, ну, можно, в принципе, на одной камере. Это просто очень важно. Именно эта практика свидетельствует, особенно в которых чрезвычайные ситуации находятся. Затем Владимира Колокольцева пригласили в паспортное управление королевства. Встречают с почестями. Сотрудники здесь контролируют в миграционной потоке. Серьезная тема для Саудовской Аравии, где треть населения – трудовые мигранты. От трех до пяти дней начинают обращение, и все в электронной форме производится. Есть чрезвычайные ситуации, когда паспорт оформляется в течение от одного до двадцати четырех часов. Электронный документ оборот – основа эффективной работы. Современные технологии решают все. С помощью этого устройства можно распознать лицо, но вот наше не распознает. В базе только те, кто получил регистрацию, поясняет генерал-лейтенант, глава паспортного управления МВД Саудовской Аравии. После общения с глазу на глаз, Вадимир Колокольцев оставляет отзыв о встрече в паспортном управлении. Книга почетной кости. Именно здесь министр внутренних дел Вадимир Колокольцев поставил отзыв и слова благодарности за добрый и теплый прием. Не менее теплый прием в главном управлении по контролю за оборотом наркотиков. Сюда также пригласили российского министра. Саудовской Аравии интересен опыт России в борьбе с мировым злом. Борьба с наркотиками – это общемировая проблема. В Российской Федерации за 4 месяца нашими сотрудниками Министерства внутренних дел выявлено 69 тысяч преступлений, связанных с наркотиками. Часто мы сталкиваемся с случаем, когда наши соседи из Украины организуют целые лаборатории в России по изготовлению синтетических наркотиков. Последнее задержание наркодилеров было связано с изъятием их около 500 килограммов наркотиков. Российская Федерация, как и Саудовская Аравия, против легализации легких наркотиков. Пресекать ВОЗ и транснациональные преступления совместно с коллегами и партнерами лучше всего. Наша позиция совпадает с позицией Российской Федерации. Это мировая проблема – контрабанда наркотиков. И с ней необходимо бороться сообща, совместными усилиями. Опыт России будет нам интересен. Академия МВД имени короля Фахда в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, здесь проходит подготовку и повышение квалификации сотрудники для гражданских и силовых ведомств. Сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации правоохранителей всегда очень выгодно для всех сторон. Большое внимание подготовке кадров в сфере IT-технологии. Министра Колокольцева приветствуют руководителей ведущих кафедр Академии и сотрудники научного центра «Экспертиз». Центр занимается практическим исследованием по уголовным делам, по административным производствам или нет? Вместе с Владимиром Колокольцевым в столицу Саудовской Аравии прибыла российская делегация от МВД. В ее составе начальник управления международного сотрудничества Роман Теретьев, начальник аппарата министра Александр Николаев и официальный представитель ведомства, помощник министра Ирина Волк. Кульминация встреч и переговоров – парад на плацу Академии имени короля Фахта. В нем принимают участие курсанты учебного заведения. Уже очевидно, это исторический визит взаимодействия России и Саудовской Аравии выходит на совершенно новый уровень, в том числе по линии полицейского сотрудничества. Андрей Ивлев, Сергей Солдатов, Вести, дежурная часть Королевства Саудовской Аравии.